Вопросы защиты персональных данных Мы говорили немного о саморегулировании, о том, что может предложить интернет-отрасль, интернет-компания сделать для сохранности персональных данных И особое внимание было уделено конкурсу «Позитивный контент», который, по сути, является проводником медиаграмотности, является пропагандистом защиты персональных данных Мы собираем лучшие ресурсы, направленные на обучение детей, на их развитие, именно с точки зрения сохранности персональных данных, с точки зрения поведения, грамотного поведения интернет-пользователей Что не нужно с молодых лет выкладывать в интернете, чтобы потом не поплатиться за этим, например, невозможностью построить карьеру или занять ту или иную публичную должность Как правильно себя вести, как не подвергаться кибер-унижениям со стороны сверстников в интернете То есть это все на самом деле и есть защита персональных данных просто со стороны самого пользователя И чем может ему помочь интернет-компания Актуальность конференции сегодня подчеркнула практически каждый спикер, который выступал и на открытии конференции, и уже на профессиональных секциях Ну, я бы хотел вот какую деталь подчеркнуть Пятый раз она проходит, да, и та широта программы, которая в этом году представлена, действительно привлекли интернет-сообщества Раньше все-таки интернет-сообщество жило своей жизнью, регулятор своей жизнью Сейчас мы видим некую конвергенцию, мы видим, что Роскомнадзор, Министерство связи активно взаимодействует с крупнейшими российскими интернет-компаниями, с интернет-площадками И пытается вот подзаконные акты написать уже вместе, так, чтобы они действительно работали И не получалось, что закон существует отдельно, а жизнь развивается совершенно по другому сценарию